всем привет я сегодня на домашнем так что я немножко потрепанная готовим сегодня с вами шоколадный дьявольский торт не пугайтесь название ничего дьявольского в нем нету сейчас все расскажу в общем если вы человек который такой в теме кондитерского дела то вы знаете такие торты как ангельские это ангельские бисквиты они готовятся на яичных белках они воздушные светлые но для меня они отдают яичницей но белковой только давайте будем честными и вот когда-то кого-то достала эта тема и решили что надо сделать какую-то альтернативу сделать нужно черный торт и конечно же назвать его ну в противоположность ангельскому назвать его дьявольским так вот и сделали шоколадный торт темный черный и назвали его дьявольским тортом вот так вот вся история никакого отношения к дьяволу он не имеет на самом деле этому торту уже больше 120 лет первый раз он по моему упоминание о нем появляется в 1902 году аж в кулинарной книге до сих пор она выпускается эта старая кулинарная книга и выпекался этот торт не на какао-порошке как мы сейчас это делаем а на шоколаде но на шоколаде уже давно его никто не печет пекут на какао-порошке что мы сегодня с вами попробуем мой кондитерский вам совет что самое главное в этом торте самое главное это взять хороший качественный какао порошок когда я жила в россии а было это давно 8 лет тому назад у нас продавался в супермаркете такой какао-порошок такой в зеленых коробочках не покупайте его это самый ужасный какао-порошок который можно только придумать если вы не знаете где купить то пожалуйста обратитесь в кондитерские магазины там вам точно подберут хороший качественный порошок таких магазинах сейчас масса. Если вы живете в Америке или в Европе, то, пожалуйста, поищите хотя бы на Амазоне. Это Вальрона, это Какао Барри, это Калибаут. Вот у них хороший какао-порошок, потому что от этого очень сильно зависит вкус вашего торта, ваших бисквитов. Поэтому не экономьте. И то же самое, в крем мы добавляем шоколад. Пожалуйста, не кладите туда обычный магазинный шоколад. Возьмите хороший шоколад, опять же, в тех же кондитерских магазинах, вот тех же марок, которых я назвала. Это будет, ну, 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 в общем, это добавит, ну, процентов 40 вкуса вашему торту. Торт вкусный, он абсолютно простой, там ничего такого необычного нет, но это такая классика кондитерская уже, особенно американская. Придумали его, конечно же, в Америке. Начнем мы с вами с крема. Нужно поставить сливки на огонь. Поставьте, пожалуйста, на средний, потому что нам не надо их кипятить. Нам нужно довести их просто до кипения. Но, в общем, следить, чтобы не убежали. Доводим до кипения. Как только начинает уже закипать, сразу выключаем огонь и снимаем с огня, просто на стол ставим и начинаем добавлять шоколад. Вот такой шоколад, вот такими капельками что-то похожее мы добавляли в печенье с вами недавно. Все это добавляем сюда и начинаем перемешивать. Когда перемешали, смесь еще остается горячей, ничего страшного. Мы ставим, ну, я ставлю все это на весы и добавляю сметану. А потом беру венчик и начинаю хорошо уже смешивать всю эту смесь. Она у вас сейчас соединится и превратится в такую хорошую шоколадную смесь. Обратите внимание, пожалуйста, как она изменилась благодаря перемешиванию. То есть это такой вот прям густой шоколад получился. Все это накрываем пленкой и я убираю на ночь в холодильник. Она остынет, она загустеет и на следующий день уже как раз у нас бисквит за ночь тоже остынет. И на следующий день мы приступим к сборке. Ну и начинаем делать бисквит. Здесь у меня горячая, только что закипевшая вода. Мы в нее добавляем какао-порошок. Все это у меня стоит на весах, я отвешиваю прямо в процессе. Все хорошенько перемешиваем. Я использую венчик, чтобы комочков не образовывалось. Перемешиваем и отставляем в сторону, чтоб немножко остыла, потому что мы будем добавлять потом молоко. Пока смесь с какао-порошком остывает, мы с вами начинаем делать бисквит. Здесь берем мягкое сливочное масло, обязательно мягкое, комнатной температуры. Не надо его нагревать в микроволновке. И добавляем сахар. Тоже у меня стоит чаша миксера на весах. Я все отмеряю, ставлю в миксер и начинаю взбивать. Тут у меня появляются три яичка. Они комнатной температуры обязательно, не из холодильника. Доставьте их, пожалуйста, за час до того, как будете печь из холодильника на стол. И по одному добавляем к нашему маслу. Периодически я буду останавливать миксер и счищать стенки, потому что очень часто, как вы видите, там вот яйцо и масло, оно оседает на стенках и не перемешивается. Поэтому я миксеру помогаю. Яйца добавляю по одному, потому что каждое яйцо должно в масло хорошенько втереться. Таким образом у нас с вами бисквит получится воздушнее, приятнее, ничего не осядет и все хорошенько смешается. Обратите внимание, пожалуйста, что ваша масляная смесь должна стать воздушной и светлой. Пока там все взбивается, нам нужно какао-порошку, оно уже остыло, добавить молоко. Опять ставлю на весы, добавляю молоко, опять хорошенько перемешиваю и отставляю в сторону, потому что это мы сейчас все будем добавлять в бисквит вместе с мукой. Обязательно просеиваю муку, потому что таким образом мы насыщаем ее воздухом и наш бисквит будет более воздушный. А сейчас вот не смейтесь, потому что я добавляю соду и сода, она вот наша родная, тоже продается в Америке. Добавляем соду, и добавляем соль и хорошенько перемешиваем, чтобы сода и соль немножко, как это сказать, разместились в муке. Сода в этом бисквите не просто так, не только для поднятия, но и для придания определенного вкуса и цвета бисквиту. Благодаря соде бисквит будет темнее. Добавляем постепенно в нашу масляную смесь муку, не всю, а примерно разделите на 3-4 части. Вот треть муки сейчас я добавила, и сейчас я добавлю нашу смесь какао, в которую только что добавляли молоко. Тоже все сразу не выливаете, примерно на глаз разделите на 3-4 части и постепенно добавляйте. Вот беру, добавляю еще муку, как предыдущая смесь смешалась, еще муку и еще какао тоже. И хорошо это перемешиваю, следите, чтобы это все так вмешивалось. Миксер я останавливаю периодически и также помогаю, снимаю со стенок дежи, снимаю то, что там оседает. Опять же добавляем муку и добавляем какао. Окончание этой процедуры должно у вас получиться на муке, то есть последним, я вот сейчас добавила последнее какао и последним мы добавляем муку. Все, после нее какао уже быть не должно, то есть на муке вы начали, на муке вы остановились. Вот, пожалуйста, обратите внимание, какая ваша бисквитная смесь стала. Она воздушная, она не тяжелая, она прям такая легкая. Видите, воздушная, приятная, все это благодаря нашим правильным манипуляциям. Посмотрите, какая текстура. Вот именно это у вас и должно получиться. Тут я показываю, что мы делаем дальше. У меня кондитерское кольцо, которое я оборачиваю фольгой. Я ставлю вот на фольгу его и оборачиваю его два раза вот таким образом, хорошенько, чтобы ничего у меня не вытекло. У вас может быть это форма, не кондитерское кольцо, а обычно пекарская форма с дном. С этим тоже можно, но тогда вам нужно ту форму промазать маслом, чтобы у вас ничего не прилипло. Ну, я думаю, даже если вы не промажете, то вы сможете вытащить этот бисквит, потому что он не сухой, он такой хороший. И я второй раз оборачиваю это кольцо, потому что вот вы видите, вот эти пустые места, которые у меня фольга не захватила с первого раза, они могут, в них может быть воздух, и когда бисквит начнет расти в духовке, то он может вылезти, и это, конечно, потеря будет, потому что не весь бисквит у нас будет пригоден в торт. И хорошо вот так вот я проглаживаю рукой, дабы плотно все состыковалось с кольцом, фольга с кольцом, чтобы было плотненько, чтобы ничего не вытекло. И открываю фольгу наружу, внутреннюю часть вытаскиваю, потому что она нам, в принципе, внутри не нужна. Вы можете использовать меньше фольги, я вот по привычке вот так много обычно использую, и вот так ее раскрываю. И выливаем нашу бисквитную смесь, ставим кольцо в фольге на противень, бисквитную смесь выливаем в кольцо, все хорошенько разравниваем и отправляем в духовку. У меня одно кольцо вы можете разделить на две части, тогда у вас быстрее будет выпекаться. Я выпекала примерно час сорок в одном кольце и немножко потеряла в объеме. Тут уже крем на следующий день, он из холодильника, я беру миксер и прямо в этой же посудине его взбиваю. Крем станет воздушным, мягким, нежным, таким он и должен быть в торт, не надо его намазывать прямо из холодильника, его надо обязательно взбить, иначе он, конечно, у вас будет таким комком, очень тяжелым и очень невкусным, в торте так быть не должно. А так у нас получится мягкий, прекрасный крем, такой прям на грани, он как будто бы вот прям жидкий, но еще не жидкий, мне он очень понравился. Опять же, обратите внимание на его текстуру, он воздушный, мягкий, легкий, все, что нам нужно. Бисквит тоже у меня остыл, я тоже его отправляла в холодильник на ночь, он остыл, сейчас снимаем фольгу, снимаем кольцо и режем бисквит. За счет того, что я выпекала в одном кольце, у меня бисквит очень осел, поэтому я буду верхнюю часть эту срезать. Но если вы в разных кольцах выпекаете, возможно, у вас не будет таких потерь. И еще я потеряла свой специальный резак, поэтому мне пришлось резать ножом, и, конечно, сделала я это криво. Надеюсь, что у вас получится ровнее, а я вот эту верхушку, ну, просто так мы ее и съедим, без крема, просто как бисквит к чаю. Я подрезаю, чтобы это было ровненько, и разрезаю на две части, обычно в американских тортах это два бисквита и посередине крем, и больше ничего не нужно. Вы можете сделать три слоя и два слоя крема, в общем, как вам хочется. Но бисквит не сухой, он влажный, за счет количества масла. Вот смотрите, какой я показываю. Он, в принципе, даже, ну, воздушный, он плотный, но такой не сильно. Я бы не сказала, что он прям тяжелый. Нет, он нормальный. И теперь я все это укладываю на подложку и буду промазывать кремом. Крема количество здесь как раз на один торт, так что распределите сами, но его вам хватит. На один торт вы можете сделать два слоя, как делаю я. Два слоя бисквита, один слой крема. Но можете сделать три слоя бисквита и два слоя крема, тогда у вас крема будет немножко поменьше в слоях. У меня, так как два бисквита, у меня крема прям очень много внутри. И снаружи я тоже хорошенько его промазываю кремом. Смотрите, чтобы не оставалось пустот, хорошо промазывайте кремом. Я вот делаю это на подложке, можно это делать просто на подставке, можно это делать на тарелке. Если вы никуда это не продаете, не везете в какие-то гости, а чисто для себя, то можно особо с ним и не церемониться. Машьте, как вам хочется. Я вот такая заморашка, у меня вот такой получился заморашечный торт. Ну вот, в принципе, и все. Я переношу на чистое блюдо, чтобы выкинуть эту замазанную подложку, переношу на чистое блюдо, и можно его отправить в холодильник на несколько часов, чтобы он стал еще помягче за счет крема. А можно нарезать и уже пить чай с тортом. Он шоколадный, он не приторный, но он очень насыщенный шоколадного вкуса. Так что я вам не советую класть сахар в чай. Но торт мне понравился, на удивление. Я делала его первый раз. Я несколько раз пробовала его в пекарнях американских, но самостоятельно я делала его первый раз. Я не советую добавлять туда какие-нибудь орешки или еще что-то этому торту. Мне кажется, это и не нужно. Он такой, в принципе, самодостаточный десерт. Так что надеюсь, что вам понравится. Он не относится к классическим приторным десертам, поэтому я вполне рада, что вот получилось.